Итак, непредвзятое и объективно означает, что должна быть готовность принять, что правдой может оказаться, что-то, что вам совсем не ей нравится, и даже, возможно, против чего вы усердно воевали. Пример Павла и его правильной реакции при этом должен нам послужить вдохновляющим образцом поведения. Важно помнить, ну, Павел, свет его осиял, он мог бы сказать, уйди от меня, сатана, он сказал, кто ты, Господи? Сказал, я Иисус, которого ты гонишь, и так далее. Он говорит, что повелишь мне делать? Вот, настоящий, верный Богу человек, он послание увидит, он скажет, Господь, так, что мне делать? Все, у него один будет вопрос, как применять, и он просто будет брать пункт за пунктом и применять, пункт за пунктом и применять. Вникать, применять, распространять, вникать, применять, распространять. Вот, что такое апостол Павел. И где сейчас апостолы Павла? Ну, в принципе, уже надежда появилась, что такие есть. И, в принципе же, от каждого слушающего зависит, будешь ли ты Павлом или ты будешь сидеть в лодке. Читаем дальше. Важно помнить, нравится нам правда или нет, удобная правда или нет, соответствует ли правда мнению авторитетов и большинства или нет, соответствует она вашим предыдущим откровениям и убеждениям или нет. Бог всегда на стороне правды и ненавидит ложь. И если по выше приведенным причинам или каким-либо другим мы выбрали ложь, то даже неосознанно или тем более просто убеги в себя, что это правда, как это часто бывает, то мы становимся ближе к дьяволу, так как именно он отец лжи и всякая ложь от него исходит. Именно поэтому важно заранее дать посвящение и ему ответственно следовать всегда, по всем вопросам искать истины, какой бы она ни была. Конечно, это не гарантирует полностью пас от ошибок, но Бог и не ожидает от нас идеальности. Не ожидает он от нас идеальности. Он знает лимиты каждого. Ему достаточен обет этого приоритета. Добрая совесть ему достаточно в этом вопросе. Перестраховочный подход в этом вопросе ему достаточно. Поиск, что вы ищете подтверждение ему достаточно. То, что вы объективны и непредвзяты на самом деле ему достаточно. И разносторонность, а не узкий подход. Ну, узкий подход. Пошел, третий, но человека спросил, там, ух, трех, все, истину поискал. Это не поиск истины. Разностороннее – это реальное исследование. И в первую очередь у Бога. Умение получать ответы у Бога, подкрепляемые внутренними свидетельствами и другими доказательствами. И при всем этом смирение и открытость к Божьим корректировкам. Смирение и открытость к Божьим корректировкам. Подчеркну, что здесь, как и вообще в последние времена, важен принцип основательности и перестраховки. Искренность с собой, с Богом, потом с людьми. Именно в таком порядке, так как искренний с собой будет лицемерным, не искренний с собой будет лицемерным с Богом и с людьми. И человек неспособный признавать свои ошибки, обречен на заблуждение и грех. При разном мнении, следующий важный момент, важно объединение Божьих лидеров. Все, кто призван в пробуждение. Бог хочет, чтобы они дружили, чтобы между ними, все узнали, что они ученики Иисуса Христа, потому что между ними любовь. Также, чтобы у них была синергия достигнута. То есть, один прогоняет тысячу, да, он активирован на кресте, он много может делать. А двое, десять тысяч, а не две тысячи. Десять тысяч, а не две тысячи. То есть, достигать божественной синергии. Вот, а для этого важно, дьявол ссорит людей из-за различий, из-за разных мнений. У всех служителей разные мнения в чем-то. И это не причина разделения, дьявол будет накручивать. Из-за этого нельзя разделяться. Если для вас это так принципиально, вы не можете человека принять с иным мнением, тогда вот так вот такой подход должен быть. При разном мнении, вот включите все, что только можно, уши, мозг, сердце, все, внимание на пределе. При разном мнении нужно молиться и обращаться с настроем. Если я не прав, то исправь меня, Господи. Если не прав он, исправь его. Если оба, обоих, так как нам важна только твоя истина, какой бы она ни была, они отстоят свое мнение. И направь нас к истине, даже если мы оба не совсем правы. Как Сеймур и Дерхем в книге «Божий генерал» и первая часть «Ля Аргона». У обоих из них были ошибочные взгляды по одному вопросу. Каждый считал свое мнение истиной в последней инстанции. И никто не уступил. Хотя оба величайшие помазанники были. В пробуждении, не то, что сейчас вообще в пробуждении, величайшие чудеса творили, тысячи спасались. Через обоих. Но неправильные убеждения были, понимаете? Бог это может исправить, если твое сердце правильно перед Богом, он со временем исправит. Но не нужно через это пускать всяких разделений и так далее. Нужно вот так молиться, как мы сказали, тогда все решится. Но что произошло? Никто не хотел уступить. Они разделили служение, и пробуждение огухнуло окончательно. То есть это была точка. Это была точка. То, что они вот так не использовали этот подход, дьявол разрушил пробуждение. Полностью добил. Вот этот подход, он важен, чтобы пробуждение не рухнуло. Дьявол будет уничтожать его с самых первых шагов, именно через вот эти вот разницы. Учение их, разница в взглядах, разница один такой, другой такой. Кто-то считает, что в свободе надо, кто-то нужно, что все очень много благородное. И все вот эти вот разницы, все вот разницы. Нет. Внимательно, внимательно, я сказал, то, что говорю, вот это вот все нужно слушать, переслушивать. Это просто бесценно, без этого все хухнет, и ничего не будет. Внимательно вот это вот все. Вот пример. Важнейший урок Сеймура и Дерхема. Не путать с Пархемом. Дерхем в его служении Сеймура. Хотя у Бога не было проблем и их заблуждениями. Он очень мощно действовал через обои. А заблуждение, как и разделение, можно было победить вышеуказанной молитвой. И вообще этим подходом. Господь со временем даровал бы правильное учение. Пробуждение могло бы еще льдиться, спасая тысячи людей. Этот урок Бог просил меня подчеркнуть, так как дьявол именно так хочет снова препятствовать пробуждению и божественной синергии, делая так, чтобы служители пробуждений, если возможно, вообще друг друга не принимали и так далее. Надо помнить, что мы перед Богом, как малые дети, и главное средство для расследования истины, сохраняющая нас от неправды, это добросовестные и постоянные старания делать взаимоотношения с Папой все более близкими и правильными. Прилежность в искусстве, послушание, узнавание его воли, исследование ей. И познание правды по всем, особенно самым важным для Папы вопросам, в постоянном общении с ним, всегда учась у него правильно, принимая его наказания, исправления и корректировки. Ошибка смотреть на себя, как на очень умного и взрослого перед ним, так как он мне показал, мы все перед ним дошкалята. И шестилетки, важные и умные по сравнению с остальными, еще смешные малыши в его глазах. Он показывает, что в тысячелетнем царстве нас ждет университет, и нам до него еще расти и расти, и что даже на пике пробуждения лишь единицы смогут вместить высшие истины царствия. И что этим немногим, которые возревнуют об этом уже сейчас, надо начинать много молиться и поститься за сверхъестественную смену мехов, так как прорыв в уровне откровений в этом пробуждении и в миллениуме будет гораздо больше, чем во времена его первого пришествия, 2000 лет назад. Кто способен вместить, да вместить, вот прям вот то, что я сейчас сказал, переслушайте на сто раз, это важнейшая вещь, но просто тысячи людей, это один из тысяч поймет, что всегда мехи должны быть подготовлены, тем больше, тем сложнее, тем мощнее, чем больше действия Божьи, то, что сейчас готовится в пробуждении, это даже больше, чем когда пришел Иисус, чем когда была книга деяний, это больше, это мощнее, и поэтому перемена мехов должна быть больше, и поэтому априори никто не готов, ни у кого нет достаточно правильных убеждений, и не надо держаться ни за одно убеждение свое, ни за одну теорию его, что Господь мне дам, вот это вот не трогай, я уже точно знаю, все. Нужно помнить, я ребенок, я достиг до своего возраста какого-то понимания, если я вырасту, мое понимание тоже вырастет, и возможно оно будет вообще не похоже на то, что я сейчас понимаю. Вот маленькое нужно как бы вот повзрослеть уже в понимании отношения к истине. Читаем дальше, кто способен вместить, да вместит, и разумные будут сиять, как светило на тверде, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда, Даниила 12.3. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды и равнится в славе 1 Коринфянам 15.41. То есть вот эти все вещи, насколько ты приблизишься к Богу, насколько у тебя будет приоритет истина, насколько ты будешь готовить мехи к миллениуму всей полноты, того, что он хочет дать, потому что многие не дойдут до этих вершин по одной причине, что они не готовятся сейчас, до них не дойдет, что вот это все нужно, что говорится в послании, они не станут готовиться, они не станут молиться, они будут держаться за свой уровень, за уровень своих знаний, за уровень своих откровений, за уровень своих убеждений и так далее, все. А Бог сломает все лимиты и все потолки, сломает их, далеко сломает. Это же просто как дважды-два, об этом просто кричат все пророчества, если читать между строк, имеющие уши дослышать. Нужно молиться за развлечение, я, все виды, и развлечение духов, развлечение правды и истины, развлечение добра и зла, чувство навыка привучено к развлечению добра и зла. Очень сильно и постоянно. Развлечение духов, развлечение правды и лжи, развлечение добра от зла – это предельно важно в этом пробуждении. И здесь мы подошли к следующему принципу. Подготовка к глобальным испытаниям, принцип перестраховки или готовности ко всем вариантам – это тоже очень-очень важно. Этот принцип предельно важно понять правильно. Есть масса вариаций возможного развития событий эти последние времена. Но мне Господь показал, что наиболее правильный принцип, единственно приемлемый принцип, как в связи с этим, так и вообще в это время – это принцип перестраховки и готовности к разным вариантам, открытым Божьим корректировкам. И кто не примет его, очень пожалеет об этом. Особенно сейчас дьявол старается, чтобы люди приняли какие-то теории о последних временах и не принимали никого, кто этих теорий не имеет. И вот разделение на теориях о последних временах не нужно. Бог сказал, делайте пробуждение, оставьте теории. Бог четко сказал установку. Будь готов всегда, реально готов к тому, что Бог придет в любой момент. Все. Ты должен быть настолько святым, настолько на пределе, настолько делай для Бога. Вот. И не нужно тогда заботиться о никакой теории. Да, нужно наблюдать знамение времен. Но нужно делать сейчас пробуждение, а не вот этими теориями заниматься и тратить на них время и слово, и всем вот это вот. Не об этом нужно говорить. Надо кричать о пробуждении, зажигать пробуждение ем. Потому что пока мы будем заниматься чем-то другим, похожим, какими-то теориями, мы упустим все. Просто миллионы погибнут. Потому что мы занимаемся не… Сколько слов пробуждения в наших проповедях, в наших словах, в том, что мы делаем, сколько Бог показал это критерий, кому можно верить в пробуждение, кому нет. Сколько слов о пробуждении, сколько слова послания, что ты принимаешь послание, что Бог дал послание. Ты об этом говоришь Принял послание, ты об этом говоришь Не принял послание, не говоришь, понимаете Есть такой момент, это тоже важно Иисус сказал, так нужно исполнять нам всякую правду Так нужно исполнять нам всякую правду Так нужно исполнять нам всякую правду Если мы так не исполняем всякую правду То мы не в брачной одежде И мы войдем в пробуждение и вылетим из него Ты мне еще больше это слышал Бог показал, что одна из эффективных стратегий Дьявола о войне с христианами это заставить их любым способом быть неготовыми должным образом к тем тысячам важнейших вещей, которые будут происходить и происходят. Соответственно, перестраховка, готовность ко всем вариантам и открытость к Божьим корректировкам – это универсальная контрстратегия Бога. Кстати, она содержит в себе важнейший элемент – это открытость для Божьих корректировок, понимание, что не может ошибаться только Бог, и, соответственно, опасно в это время считать себя умнее всех и свое убуждение истиной в последней инстанции. В общем, все принципы послания и приоритеты истины, никакой бы она не была. Важно в связи с этим разоблачить опаснейшую ложь, которую дьявол посеял касательно последних времен, и этому обольщению подаются даже избранные. То есть принимать какую-нибудь теорию как истину в последней инстанции – в этом обман. Вместо готовности к тому, что может оказаться верной любая теория. Нужно однозначно еще с подчеткой просто быть готовым к тому, что Иисус придет в любой момент. Иисус нам сказал, что мы были готовы по-настоящему, а не формально, и наблюдать знамение времен, а остальное – надо заниматься волей Божией. Читаем дальше. Это безоговорочная вера в какую-либо теорию о последнем времени на основании чувств, предпочтений, иногда некоторых видений, снов и т.п. Главное – опасность в этом – недоподготовленность к тому, что мы в своей самоуверенности, которую принимаем за уверенность в Боге, естественно, можем столкнуться с тем, что правильная оказывается другая теория или вообще никакая из нам известной. Так случилось со многими умнейшими духовнейшими людьми многократно, например, в Израиле, когда не приняли Иисуса Христа за Мехию. Я постараюсь разобрать эту тему на канале, но здесь лишь скажу, что понимаю, насколько может быть тяжело в этом случае будет многим поменять свое мышление, но не сделает это катастрофическая ошибка. То есть я, наверное, сделаю какой-то цикл новости последнего времени или что-то в этом роде, где мы будем говорить о подобных вещах. Ведь будущее еще не наступило. Но многие фанатично верят своим откровениям, совершенно закрываясь от возможности Богу их откорректировать. При этом абсолютно безосновательно отрицают неопровержимые факты, имеющие массу взаимодоказывающих документальных подтверждений некоторые об опасностях этого времени. Не принимают никаких мер, подвергая ужасной опасности не только себя, но и тех, кто их слушает, называя все это конспирологией. Действительно, есть теории заговоров, масса фейков и искажений, но также есть и масса неопровержимых взаимодоказывающих документальных подтверждений об опасности этого времени, четко описывающих определенную реальную картину, и зарывать голову в песок, как страус, вместо того, чтобы трезво во всем разобраться и быть готовым ко всем основным возможным вариантам развития событий. Это преступление и грех, и Бог показывает, что это очень страшный грех, имеющий уши не слышит. Бог призывает к мудрости, здравости, ответственности, основательности и верности в это время. Нельзя просто полагаться на чье-то авторитетное мнение, какое-либо толкование Библии или одно откровение, не имеющее других подтверждений. Если бы мне не было дано столько подтверждений относительно посланий, я не смог бы действовать так уверенно, но и сейчас я ежедневно молюсь, чтобы всегда оставаться открытой для Божьей корректировок и прогрессией для развлечения. К сожалению, сейчас в основном подход во всех этих вопросах крайне неосновательный. В основном люди склонны верить авторитетам, а не искать истину, какой бы она ни была. Хорошо это иллюстрирует один реальный случай. Довольно уважаемый христианский лидер, основавший большое движение, везде рассказывал, что внажды к нему пришел сам Иисус и сказал, помимо прочего, что этот человек доживет до его второго пришествия и лично его встретит здесь на земле. И на основании этого откровения тысячи людей были уверены, что Иисус придет вот-вот, хотя других существенных подтверждений, что это видение было от Бога получено, не было. Этот человек давно умер, и тысячи людей были крайне смущены, некоторые даже поуходили из церквей. Подобных историй, когда люди исследовали принципы, о которых мы говорим, и потом это приводило иногда даже к гораздо более плачевным последствиям, можно приводить очень много. Скажу лишь напоследок, какую я считаю наиболее правильной теорию. Вернее, какой подход я считаю наиболее правильным. Можно выбрать для себя теорию, в которую вы будете верить, но при этом нужно оставаться открытым для Божьих корректировок в случае необходимости и разработать стратегию, чтобы другие варианты развития событий не застали вас расплох. Что если все пойдет вообще по-другому, чтобы никто ничто не пострадал и так далее. Так как Бог мне четко показал, что многие будут существенно ошибаться в тех теориях даже лидеры пробуждений, которые выбрали верить. Даже самые умные, авторитетные и фанатичная бескомпромиссная позиция таковых приведет ко многим ужасным последствиям. Но также многие изменят свою позицию на рекомендованную Богом в посланиях и благодаря этому избегнут поражения и многих проблем. Важность этого урока уже можно видеть в наше время. Например, в Китае и некоторых других странах миссионерами было завезено учение о вознесении по скорби с упором на то, что Иисус не позволит издеваться над своей невестой. Что преподавалось фанатично, так как мы говорили, стратегии дьявола, то есть что-то есть тема в последней инстанции. Без возможности Бога это откорректировать и без готовности к другим вариантам. Местные христиане лишь старались не грешить и плодить подобных себе. Тема страданий, испытаний, переплавки, святости, подготовки к тому, что возможно придется остаться на великую скорбь. Дьяволом была просто изъята из христианства и христиане стали теплыми. Но вскоре там начались жесточайшие гонения и христиане, обманутые, обработанные сатаной, оказались совершенно не готовы к тому, что над невестой станут издеваться и в огромных количествах, подчеркиваю, стали отрекаться от своего жениха. То есть вот эта позиция, сама эта фанатичность привела, что много-много людей, тысячи, отреклись от Иисуса Христа. То есть отсутствие того подхода, о котором мы говорим. Даже дело не в теории, а в самом подходе. Если бы был подход, который мы рекомендуем, они бы верили в эту теорию, этого бы не было. Фанатичность – проблема. Подход должен быть правильный. Истина, какой бы она ни была и готовность ко всем вариантам. И это происходило и происходит до сих пор там, где сеется это учение. Кстати, нужно помнить, что не все то золото, что блестит. Часто мы выбираем какие-либо учения или покупаемся на красивые фразы лишь потому, что они нам понравились. И по этой же причине дьявол сразу же пытается навязать нам фанатичную закрытость в этом вопросе. Так вышло из фразы, что Иисус не позволит своей невесте страдать. Само это утверждение противоречит Библии. И всей истории церкви оно противоречит, так как почти все, особенно ценные для него люди, которые точно невеста проходили через от апостолов и всей ранней церкви, до божьих героев наших дней проходили через существенные страдания, поношения и т.д. И многие умерли мученической смертью. Согласно Писанию, практически всех их гнали, как и говорил Иисус. И явно, если кто-то и достойно зываться невестой, то эти люди вышеупомянутые фразы – это просто блестящая наживка сатаны, которая является опаснейшей ложью. Я не буду здесь рассуждать о том, какая теория, по моему мнению, является наиболее истиной. Я сделаю запись моих взглядов, как я уже сказал, в цикле «Новости о последнем времени» или как-нибудь подобного позову на канале. Здесь лишь скажу, что всегда необходимо тестировать себя в вопросах истины и правильности перед Богом. Наших подходов к этим вопросам не являемся ли мы в каких-либо вопросах теми, кто угодил ловушку, описанную во 2 Тимофею 4.3.4. И будет время, когда здравые учения принимать не будут, но будут по своей прихоти избирать себе учителей, которые льстили бы слуху и от истины обратят слух и обратятся к басням, то есть теориям. И подчеркиваю, у Бога самой большой проблемой является не столько истинность учений, что мы в лжении, лжи и в искажениях, мы все в искажениях, сколько отсутствия правильного подхода для этих времен, тотальной джи и обольщений, в том, чтобы фанатичность эту сменить на открытость для Божьих корректировок, готовность ко всем вариантам, поиск истины, какой бы она ни была правильным образом. Вот в чем разница. Мы все во лжах, мы не вылезем мгновенно, но мы должны сменить подход, и тогда мы постепенно выберемся и избегнем некоторых вещей, обольщений и так далее. А по-другому никак. По-другому мы обречены, мы все лиги, как рыбы, плывем в сети, расставленные глобальные сети. Конечно, можно распределять процентность вероятности и верить в то, что вызывает наибольшее доверие, но не уходить в абсолютную фанатичность ни в чем, все равно оставаться открытым для корректировок. То есть расследовали, 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 определили вот это, ну 80% вероятно, что так, это на 20, это на 90, выбрали на 90, да, но остаемся открыты для Божьих корректировок. Понимаете, да, подход? Это нормальный подход, в нем можно жить комфортно. Мы просто настолько привыкли базироваться на лжи и искажениях, которые мы считали истиной последней инстанцией, что вам кажется, что вас почву забрали. А мы никогда не базировались на правде, мы всегда были на лжи и искажениях. Вот блажен, до кого это дойдет? Он до кого не дойдет, это остается, так сказать, руками развести. Потому что это все одному на 100 человек, одному на 1000 говорится. Остальным бесполезно пока это говорить. Они когда-нибудь это поймут, возможно, из тех, кто живых останется. Вообще, настой данный Иисусом Библии относительно Его пришествия однозначен. Всегда бодрствуйте, молитесь и наблюдайте знамения времен. Одни же том и части никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только отец. Смотрите, бодрствуйте и молитесь, и вы не знаете, когда наступит это время. Потом, как бы кто, отходя в путь, остался дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, и вы не знаете, когда придет хозяин дома вечером, или в полночь, или в пении петухов, или бодру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте, Матфея 13, 32, 37, Марка 13, 28, 29, Матфея 16, 3 и 32, и так далее. А бодрствуйте означает, пребывайте в пробуждении ей, имеющей уши наслышит. Одно очевидно, мы живем в самые последние времена, а значит, сейчас, как никогда, необходимо бодрствовать, чтобы не оказаться не готовым в час посещения, как и в любом испытании, чтобы не оказаться не готовым. Надеюсь, читатель окажется способен сделать из всего это правильные выводы, и, конечно, я постараюсь записать на канале материалы о последнем времени. Также важно не предаваться осуждениям и другим мнениям, и копаниям других, чего они там, кого они там. То есть, вот есть какие-то вещи самые важные, а есть вещи неважные. И дьявол, когда мы вот будем вставать эту позицию, что ложь везде, не нужно поддаваться на то, чтобы начать всех критиковать, разбирать там все. Это стратегия сатаны, нас ввести в это. Осуждение, непринятие другого мнения, немилосердность, склонность решать за Бога, кто чего заслужил, превозношение своего мнения, как истины в последней инстанции, как следствие богопротивления, следствие угошения любого пробуждения. Это стратегия сатаны. Контрстратегия Бога. Помни, что мы не Бог, не можем ошибаться, оставаться открытым для Божьих критиков. Приоритет истины и служения в пробуждении вместо осуждений из благородных мотивов. Мол, если я не исправлю, то кто? Это сатанинская позиция. Так говорите, что я не исправлю, то кто? Я просто обличаю. Это сатанинская позиция. Не надо сейчас обличать, надо делать пробуждение. Ответ. Молись, чтобы Бог исправил из вас того, кто неправ, и он исправит. Не сомневайся, главное, будь готов к тому, что оказываешься неправым ты. Надо постоянно молиться по следующим стихам. Кто ты, осуждающий чужого раба, перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен небосилен Бог поставить его. Не станем же более судить друг друга, а лучше судить и о том, чтобы не подавать брату случай претновения или соблазни. Я знаю, уверен Господи Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистое, тому нечисто. Римлян 14, 4, 15, Матфея 7, 1, 5. Это про осуждение. Не судите, но не судимы. Будете каким судом судить, так и будете судимы. И вы сначала с учебы своего глаза, тогда увидишь, как вынуть бревно из глаза брата твоего. Потому, зная, что все мои ученики, если будете иметь любовь между собой, Иоанна 3, 35, якобы 2, 13, ибо суд без милости, не оказавшему милости. Милость превозносится над судом. Если мы безжалостно всех осуждаем, то и нам будет суд без милости. И разневавшись, Государь его отдал его истязателям, пока не отдаст всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешению. Матфея 18, 34, 35. И в Матфея 5, 7. Важен и милостивые, ибо они помилованы будут. Матфея 12, 7. Если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных. С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним, искренне, с чистым, чисто, а с лукавым по лукавству его. Псалом 17, 26, 27. Все вот это вот, те, кто не будут следовать послания любви и истины, тот к ним относится. С лукавым по лукавству его. А кто будет следовать, и с искренним он будет поступать искренне. С милостиво, милостиво, потому что важная часть это милость, и мы еще к ней подойдем. Потому что милость, кротость, смирение, благодать, вот эта вот тема взаимосвязана. она же также любовь постепенно будем к этому подходить ну вот примерно говорили об этом но по поводу любви то есть любовь агапа безусловно любовь любовь по выбору любовь это плод в одном слое ведь закон возлюбив ближнего ближнего возлюбив всех людей матфея написано там последние стихи это штат глава по моему что если мы только любим приветствую там братья своих что особенного мы делаем а кого надо любить а бог посылает на правильных неправильных на всех всех надо любить всех людей надо убить потому что их надо спасать нельзя допускать зла свое сердце против кого-то а тем более братья тем более братья в первую очередь а у нас сейчас сатана все залил кровью кайна все братьев ненавидят все грызутся из-за чего из-за разницы разница в учениях разница еще в чем-то в в личных качествах каких-то в том как кто-то что-то делает в судьбе там в каких-то особенностях не нравится во внешности не нравится в поведении нравится миллион причем можно найти из-за чего мы не имеем настоящую божью любовь брать а ее надо искать это плод мы ищем бога мы получаем святость получаем любовь это плод мы стоим проломе запробуждения мы когда стоит проломе запробуждения и я вот тогда станов проломе запробуждение зашел наконец про буш не был активирован я получил близость с богом такое которое я не имел и не получал никогда вообще сколько я занимался только исканием бога я днями уходил в единение искал в большей бизнесaque могут маленько по 6 часов в день еще больше близости с богом по богоискателем я не имел то будет то что пробуждение потолок двигается-подвигается и вот прекрасно что может имея вамблисть соответственные плоды плоды любви А из любви проистекает милость, смирение, то есть ты смиренный, ты милостивый к другим, ты не осуждаешь, ты не говоришь, что я тебе достойна тобой, это я тебе этого, терпишь до конца, ты получаешь тогда способность быть миротворцем, блаженные миротворцы, которые будут наречены сынами Божьими, потому что сатана, его стратегия разделяя и властвует, в этом пробуждении особенно это его главная стратегия, разделяя и властвует, то есть оппозиция, поиск истины, здесь вот важна любовь, милость, смирение, благодать, без этого общения. Без этого общения, как милосердные отношения к другим людям, не осуждать, не осуждать никого, не обличать, понимаете, где-то вынуждено, Бог через тебя будет обличать, но тебе будет это не нравиться, тебе это будет не хотеться, а сейчас люди думают, что они Бога услужат, только делают, что обличают, 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 по сути Бог показывает, это кровь Каина, это осуждение, это грех осуждения, то есть они все время пытаются сучок из глаза брата своего вытащить, то время, когда у себя бревном, надо с бревном разобраться, освещение должно быть, есть рамка, есть, как сказать, уровень святости, который нам нужно получить в побуждении, и нужно просить Дух Святой, чтобы с нами работал, чтобы он нас обличал сам, чтобы Дух Святой нас самих обличал, и тогда просто мы будем оказывать то влияние правильным образом, это обличение ими не достигнется, а обличение ими достигается ожесточение, человек ожесточается, ты наживаешь себе врага и все, обличение, поэтому милость, милостью ей нужно быть, милостью, с милостивым Бог поступает милостью, тем более идет время судов, мы не намного праведнее, если мы вообще праведнее, тех, кто нам кажется, что поступает неправильно, вообще не факт, кто из нас там праведнее, поэтому нужно быть в милости, потому что каким судом судите, такими будете судимы, если мы жестоки в своем суде, то ждите жестоких событий в своей жизни, ждите, они будут обязательно, только с милостью Бог поступает милостью, милость превозносится над судом, и меньше уши дослышать, все это очень-очень важные вещи, все это взаимосвязанные, все вещи, о которых мы говорим сейчас, важно поставить приоритетом истину, потому что все, что мы будем говорить, мы говорили о более-менее простых вещах, потом будем о более сложных вещах, и человек, не сделавший приоритетом истину, на самом деле, какой бы она ни была, он может услышать истину, которую ему не нравится, которая противоречит той лжи, в которой он был убежден долгое время, и до сих пор может считать ее истиной в последней инстанции, он скажет, ну, начали тут что-то говорить, не то, все, его не будет исследовать, вообще разбираться, что это правда, там, ни Бога, ни защиты, ничего, как бы, вообще, просто сделает выруч, что это неправда, И все, и уйдется с дороги пробуждения. А есть какие-то вообще просто минимум того, что пробужденец этого времени должен знать, должен понимать. Он должен понимать реальное положение вещей в мире. У него должно быть правильное отношение к последним временам. Не базирование фанатичное на какой-то теории, а правильное отношение, мы об этом также поговорим. И многие другие вещи. Это предельно важно. Мы еще поговорим об этом в следующей части. Подписывайтесь на канал, не пожалеете. Ставьте лайки, этим вы тоже служите для пробуждения. Так что больше людей смогут увидеть этот ролик и еще ознакомиться с посланием и стать в проломе за пробуждение. Потому что для Бога на вес золота каждый, кто встает в проломе за пробуждение. Вот. Это все в наших руках. Не будьте равнодушными. Сделайте для Бога хоть что-нибудь. Потому что все сейчас привыкли, все вроде бы что-то делает. А вы понимаете, что когда началась Великая Отечественная война, не имело значения, что ты танцуешь хорошо. Надо было идти на войну. Сейчас время идти на войну в пробуждение. И вот это важно. Любой мизер, который ты для этого сделаешь. Класс ты поставил, подписался, распространил, кому-то там порекомендовал и так далее. Так же, как и все остальные, что ты решил стоять в проломе ежедневно за пробуждение. И есть пробуждение ежедневно и так далее. И пусть Господь вас обильно благословит. Пребудет с вами. В стране придет глобальное пробуждение. Будут поставать новые люди. Может быть, ты один из них. Субтитры подогнал Игорь Негода.